Если же вы более продвинутый пользователь и хотите каким-то образом привнести индивидуальность в то, как вы показываете панорамы, то здесь две рекомендации, два софта. Один из них, скажем так, наиболее дружелюбный для пользователя, это тот же Pano 2WR, который мы используем на стадии обработки. Этот софт позволяет делать на основе шаблонов своего рода виртуальные туры. И второй уже более продвинутый инструмент, которым пользуемся мы, это софт производства CarePano. Это плеер, написанный с очень большим функционалом на основе языка программирования. Требует, так сказать, знания и изучения программы такой, своей, как бы это сказать, пунктуации, синтаксис и так далее, чтобы получить такой рабочий инструмент. Ну, по сути своей, вот этот инструмент это сродни, как программирование сайта, создание своего, собственно, состранички. Точно такой же подход к демонстрации панорамы. Собственно, из того, что, еще раз перечислю, по всем стадиям работы над снятым материалом, есть перечень софта, который мы используем. Это, конечно же, фотошоп. Точнее, он, наверное, появляется в самом конце. Прежде всего, это Lightroom для конвертации файлов. Основная сборка происходит под дегуй. Иногда используем автопаны. После этого уже идет ретушь конечной панорамы с применением дополнительных инструментов для специфических доделок зенита-надира, и доводится это все в фотошопе. После этого уже готовую собранную панораму мы отправляем через софт Кэрбана к нам на сайт. Не очень много, но времени зачастую занимает чуть больше, чем перечислить эти названия. Я хотел бы под конец показать, так сказать, несколько примеров, приблизительный подход, как, получая материалы съемки, происходит работа над этим материалом. Вот для этого я вернусь за монитором. Прежде всего, материал попадает в конвертер. В конвертере материал просматривается и обязательно фильтруется, например, какие же кадры пойдут на сборку. Очень такой выручающий момент со стороны фотографа для нас, для сборщиков, если делается большее количество дублей, чем, может быть, того требует ситуация. Здесь задавался сегодня вопрос насчет, бывают широкоугольные линзы, края замыленные. Так вот, чем больше у вас будет материала, тем из большего числа кадров вы сможете выбрать удачные участки и в итоге сделать более удачную панораму. И зачастую мы просматриваем, как раз, где какие края лучше получились, чтобы в итоговой панораме их использовать. Ну, обычно просматриваем материалы. Вот, допустим, как... Ох, здесь же ничего не видно. Я теперь понял, с чем вы прибрались. А вот никак не видно. Вот. Ох... Итак, просматривая материалы, я определяю, из каких кадров я буду выбирать, собственно, и собирать панораму. В данном случае была дневная съемка, использовался брейкетинг. Но, зная от того, что это снималось на штативе 6-метровом, и, скорее всего, камеру все равно таки шатало, я откажусь в данном случае от использования суперширокого динамического диапазона, которым пугал Тима, всего аудитория, и использую, пожалуй, всего лишь один кадр с наиболее оптимальной выдержкой. Но в данном случае как раз брейкетинг и позволит выбрать эту наиболее оптимальную выдержку. Я вот выберу кадры с одной пятисотной. В данном случае это была съемка перед стеной палачи в Иерусалиме. Просматривая данные кадры, я проставлю, выделю их в этом конвертере, назначив им рейтинг требуем. Просмотрев все нужные кадры, я, собственно, их попытаюсь провести первоначальную светокоррекцию. Ох, эти компьютерные фокусы не всегда срабатывают. Мы боремся с техникой. Шрифт. Шрифт. Боюсь, для меня это будет совсем непростая задача. Пододвинуть все эти формы кверх ногами. Ну, поверьте мне, что цвет настроен, баланс белого выставлен, Убраны пересветы, вытянуты тени, немного подкручены цвета И отправляю эти убранные кадры, откорректированные на экспорт То есть то, из чего я уже буду собирать готовую панораму С этой стороны намного привычнее Надеюсь, вы мне поверите, что файлы уже сконвертировались Для сборки я выбрал 4 файла В данном случае использовалась очень широкоугольная линза 10 мм Поэтому для полного перекрытия достаточно всего лишь 4 кадров Можно было бы обойтись и тремя, но для надежности перекрытия всегда делаем небольшой запас То есть если линза может обеспечить сборку и за 5 кадров Мы обычно делаем 6 Здесь появляется наш сборщик ПТГУИ И в него отправляются файлы Зачастую, даже без каких-либо предварительных манипуляций с этими сборщиками Программа выдает достаточно приемлемый результат Посмотрим, что же программа предложила Вполне выглядящий вид Может быть, если, вот Дима начинал рассказ свой про восстановку ровного положения штатива Если штатив или шест удерживался ровно, то вы, скорее всего, получите сразу такой хорошо выглядящий вид Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...